Ну все, я решила опять зайти второй раз, ну не знаю. Напишите мне, если зависнет. Сейчас я опять прикреплю свой магазин. Так, вы где живете? В каком смысле, где я живу? Сейчас, в данный момент, в данный момент живу в Гуанчжоу. На несколько дней. А может, и на несколько недель, не знаю. Может быть, сдам билет, не знаю еще. Еще не решила. Зависит все. О, Ника, привет, моя хорошая, моя кошечка. Кошечка ты моя. Никушечка, сделаешь мне, пожалуйста, сделай мне рекламу моего фэшн-эксперт. Мяу-три-занана. Вот. Взамен я тебя тоже пропиарю. В обеих аккаунтах, кстати, могу. Приветик, приветик. Привет всем, 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 всем. А, я не прикрепила, что ли, фэшн? О, сейчас прикреплю. Сейчас. Эксперт. Нижнее подчеркивание эксперт. Эйд. Сейчас прикреплю. Прикрепить. Прикрепила, вот. Для тебя что, что хочешь, моя Никочка? Спасибо, спасибо, моя хорошая. Соскучилась по Александру. Еще не успела, потому что, не знаю, как-то вот вчера был, ну, очень активный день. До такой степени активный, что, конечно, очень плодотворно отработала. Но дело в том, что домой приехала, я как будто вот умерла. Прямо мне было, я была уже out of energy. Вообще не было энергии никакой. И мечтала только о том, чтобы меня вообще, вообще никто не беспокоил. Лишь бы только собрать обратно свою энергию. Делаю тебе много клиентов с толстыми кошельками. Спасибо. Ну, все, займет она, Никочка. Я тоже не останусь тебе в долгу. Весна. Здесь весна. Говорите на китайском. Ну, естественно, конечно. Столько лет здесь жила. Вот, я эмигрировала в Китай в 2004-м. И в 2016-м вот я вернулась в Россию на дом 2. Вот меня пригласили. Уехала. Да, мама крутая. Спасибо большое. Так, 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 так. Если зависнет, напишите, пожалуйста. Хорошо? Задавайте всякие вопросики. Пока я иду сейчас до метро, вы, пожалуйста, я могу отвечать. А в метро я уже отключусь. Вот. Где-то эта тачка в Москве ждет моего приезда и уезжает за границу с Бетечкой, Бусечкой. С Бетечкой, Бусечкой. Как ваша внучка сам замечательно, хорошо. Хорошо выросла. Знаете, я посмотрела вчера 100 результаты, где она у Бетечки просит прощения и на ней штанишки, которые когда-то ей были длинные. Прямо вот. Ну, когда я уезжала, они были ей по шиколотку, даже ниже шиколотки. А сейчас они на ней как бриджи. Ой, я поняла, что она очень сильно выросла за 4 месяца. Да, тата уезжает на ПМЖ, да. Тата уезжает. Так, Монета, сколько лет внучке? Уже год и 7 месяцев. Год и 8 уже пошел. Подожди, сегодня какое число? Сегодня 7 или 8, наверное? Сегодня уже год и 8. Если сегодня 8... Нет. 8 уже прошла. А сколько дадите? Как вы думаете, сколько мне лет? Надеемся, что тата все там сложится. Ну, как сложится, так сложится. Знаете, попытка не пытка. Всегда надо что-то пробовать, что-то новое. Это всегда приводит к каким-то новым, другим, интересным событиям в жизни. И, может быть, из этого у нее что-то сложится очень интересное, очень хорошее. А если нет, то она всегда может вернуться. Она всегда может вернуться в... Боже мой, 11 числа сегодня. Я уже потерялась во времени. Я даже внучку не поздравила с годиком и 8 месяцев. Я бы хотела внуков, да. Коль уж... Ну, это такая сладость. Это такая... Это такое... Как бы... Я не знаю, буду ли я других внуков любить так, как я люблю. Любите? Наверное, буду. Потому что, когда бы эти еще не было, я даже представить не могла, что я до такой степени проникнусь ею и до такой степени ее буду любить. Вот я ее взяла в руки в больнице, вот. И все, и все. И я от нее сошла с ума. Я прониклась прямо. Это моя жизнь, это моя кровинка, это моя большая любовь, это моя большая ответственность. Это просто все, что у меня есть. Знаете, мужчина, не мужчина, ну, это, конечно, наверняка Бог даст. И может, и что-то сложится у Таточки со своим новоиспеченным парнем. А может, и не сложится, никто не знает. Но дело в том, что для того, чтобы что-то поменять в жизни, что-то самой надо менять. Мы не знаем, в какую сторону это все поменяется, в худшую или в лучшую. Но в 99% уверена, что это поменяет Татлин уже в лучшую сторону. Я не говорю, что ей будет очень легко. Конечно, любой. Мне тоже было нелегко, когда я переехала в Китай. Но у меня было огромное желание. И когда есть огромное желание, мы всегда находим, как добиться того, чего хотим. Вот и все. Где ваш муж? Муж, он в Тае отдыхает, загорает. Сначала он, конечно, не очень был согласен, а потом дал согласие на вивоз ребенка. Что посоветовать от депрессии? Ну, я не психолог, я, знаете, я вам скажу, я даже не мастер слова. Все, что я знаю внутри, выражать мне это все очень сложно и очень непросто. Поэтому справляться как с депрессией. Просто надо понимать, по какому поводу у вас эта депрессия, почему вы депрессируете, что из-за работы, из-за мужчины, из-за чего. И просто надо брать ноги в руки и действовать. Если это из-за работы, то искать что-то другое. Просто настроиться позитивно, что все будет хорошо. Потому что все мысли, все ощущения, даже не то, что мысли, даже больше мысли, Вселенная понимает наши ощущения. То есть в каком ощущении мы находимся, то есть Вселенная думает, что нам нужно это ощущение, нам необходимо как будто это ощущение, по мнению Вселенной. То есть эта энергия идет, и она возвращает вам, потому что он думает, что вы это просите. Поэтому срочно надо выходить из депрессии, настроиться на позитив и на... на лучшее, на лучшее, на лучшее, как бы... Как бы сказать, я даже не знаю. Да, надеяться на лучшее. Вот, наверное. Почему бы не? В Ленче сбейте, пока Тата в Монаконе. То есть она на новом месте и на мужчины. Таточка на мужчину не рассчитывает, она рассчитывает на себя. Мужчин, как бы... Я не хочу, чтобы... они их разлучать, то есть чтобы она не привыкла к этому состоянию, чтобы и ребенок не привыкла без мамы, и чтобы мама без ребенка не привыкла. к этому можно привыкнуть, вы знаете. Поэтому я считаю, что всегда надо, в любой ситуации надо быть вместе, вместе, вместе. Я, конечно, очень буду помогать. Очень буду помогать. Потому что когда ничего хорошего нет в том, даже если на месяц вот отключаешься от ребенка, ты уже теряешься с ребенком связь. Я не хочу, чтобы они теряли связь друг к другу. Они должны быть друг у дружка всю жизнь, каждую минутку. Удачи и здоровья вам и близким. Спасибо вам большое. Все, я уже приехала. Я сейчас буду спускаться в метро, поэтому я вынуждена отключиться. Целую всех. Подписывайтесь на мой Fashion Expert Aid. И смотрите, чем я там занимаюсь. Ответ мы друг друга. Да, да, совершенно верно. Саида, 51-55. Умница, да. Нельзя этого делать ни в коей мере. Пусть будет тяжело, пусть будет. А у всех все бывает. Легко, а может быть очень легко, а может быть очень тяжело. В любых ситуациях они должны быть вместе, вместе переживать все. И Бетечка должна понимать, что где-то даже морально, вот если она не поймет, что Тате где-то было тяжело, то она никогда не будет понимать, у них не будет душевной связи. А вот. А мне бы очень хотелось, чтобы у них была какая-то душевная связь. Удачи в делах. Пока-пока-пока.